Встречу с жителями Сургута губернатор Югры посвятила трем темам. Работе общественного транспорта, вывозу мусора и уборке снега. Эти вопросы чаще всего поступали к главе региона через социальные сети и официальное обращение. Во дворах у нас, часто в Сургуте, стоят подснежники, коммерческие полугрузовые, грузовые транспорты. Мало того, что они стоят иногда по нескольку дней и очень плохо, трудно, при недостатке парковаться там, они сегодня под снегом. По-любому в городе нужно создавать какую-то систему, которая ответит на эти запросы. Ну, все, проблема устоялась, и у нее есть название. Да? Подснежники, автомобили-подснежники. Наталья Комарова призвала включить в процесс по разработке соответствующей документации всех его участников. От активных граждан до полицейских и управляющих компаний. А в случае трудностей глава региона обещала помочь в создании правовой базы. Много вопросов прозвучало на тему содержания городских дорог. У нас даже мост на Арофлотской единственный, реагентами никогда не обрабатывается. То есть машины постоянно скользят, постоянно там возникают аварии. Особенно весной. Поэтому я хотел бы обратить на этот вопрос внимание и попросить взять на контроль, Вадим Николаевич, либо вас там, как в администрации организовать этот контроль, за именно обработкой реагентами дорог. И, может быть, подключиться к депутатам. Обработка именно проходит всегда, когда вот это необходимо в связи с погодными условиями. Там при температурных нюансах разное может быть. Может проводиться, может нет. Она бывает в отрицательную сторону играть, в положительную. Но все для этого есть. Есть техника у подрядчиков. Есть заготовленная песчано-солевая смесь. И вопросов не должно быть. Свой блок вопросов задали пешеходы. Они недовольны тем, насколько отличается качество уборки автомобильных дорог и тротуаров. Почему вы не убираете, в первую очередь убираете проезжую часть, а не убираете именно пешеходные дорожки? Сейчас, наблюдал картину, шел через мост, через самую девушка, кое-как тащит коляску, тянет вперед, там вообще не убрано. А коммунальщики в первую очередь убирают у нас дорогу, то есть убирают для машин. Когда они начнут работать для простого человека, который ходит пешком. Наталья Комарова отметила, что за дороги отвечает администрация города, а уборка дворовых территорий входит в зону ответственности управляющих компаний. В мэрии ответили, что сейчас занимаются расчетом того, насколько подорожают коммунальные услуги для жителей многоквартирников, если нормы чистки и вывоза снега скорректируют. В течение месяца мы варианты посчитаем и у нас будет понятно, значит, если на сегодняшний день не реже одного раза в месяц, то увеличение периодичности приведет к определенному росту. Мы это покажем и только исходя из... и дальше, после собрания собственников мы можем только лишь применить, либо не применить это. Губернатор Югры в ходе общения с жителями прокомментировала и главную тему последних дней – реорганизацию физкультурно-спортивного диспансера. Предполагалось, что его услугами будут пользоваться исключительно члены сборных команд Югры, а остальных атлетов, это около 13 тысяч человек, планировали перевезти в обычные городские поликлиники. После серии консультаций от такого варианта решили отказаться. Диспансер продолжает существовать в режиме, который был до этого. Все отношения с заказчиками, муниципалитетом, поликлиниками, которые участковые врачи занимаются этим, будут решаться в договорных отношениях с этим диспансером, и они людей не касаются. А все, что было, остается со специалистами, тем же штатом и тем же контингентом, который обслуживался. Мы правильно вас поняли? Да, правильно. В завершении диалога с жителями Наталья Комарова поручила главе Сургута внедрить практику проведения подобных встреч и в своей работе. Такой формат, по мнению губернатора, востребован и позволяет максимально оперативно оказывать содействие гражданам в решении их вопросов. Дмитрий Круковец, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости.